Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 мая. Ой, забываю все добавлять. Сибирский регион, Алтайский край. Многие спрашивают, почему не говорите. Вот и наши безрассадные томаты стали больше похожи на помидоры. Это те томаты, видите, у разных сортов какие разные листики. У полюса кругленькие такие, я его называю, круглолицей. А у буяна вот такие, как елочные немножко. Это те томаты, которые, как я говорила, можно выращивать, не выращивая рассады, не занимая место на подоконнике, не пикируя, ничего не делая, просто посеять в грунт, прям с семенами, в холодную теплицу. И хочу сейчас несколько слов о них сказать. Ой, смотрите, какая сибирская тройка, интересные тоже листики. У всех они разные, на лицо все по-разному выглядят. И вот смотрите, я посеяла, когда здесь было относительно тепло. Ну, как вы видите, сеяла я, конечно, торопясь. Где-то вообще вот такими, видать, горстями сеяла. Где-то много, мне главное было вам показать, что они действительно вырастают. Я себе там возьму по несколько, мне надо по 5-6 штук. Их же много сортов. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13, 14, 15, 16, 18 сортов. Но все, кроме высокорослых, индотерминатных, с длинным вегетационным периодом, так можно вырастить любые томаты. В самые ранние, но оптимально ранние сроки, когда уже здесь, вот я говорила, в теплице вырастает трава и дает нам сигнал, что здесь может жизнь существовать, могут растения расти, мы высеваем семена томатов и не боимся, что они, например, выскочат и замерзнут. Томаты раньше времени никогда не взойдут. Они будут ждать той температуры оптимальной, которая пригодна для их произрастания, для их жизни. Они тут лежали долго, дней 10, наверное, потом они взошли. И вот когда они уже взошли, у них было 2 семидоли, и тут у нас начался ледниковый период. Тут было у нас минус 4 на улице, потом были метели, снегопады, когда я в снежке играла тут с внуком. Я сразу скажу, что теплицу мы эту не топили, потому что она была вся пустая, вы видите, здесь ничего не растет. Тут росли у меня седираты и сорняки, больше ничего. Я ничем, вот сначала я ящики, 3 ящика бросала сверху пленку, потом стало тепло, я открыла, и когда последний уже мороз, мне уже так все это надоело бегать, все утеплять, я не стала их вообще прикрывать, потому что они мне не столь важны, у меня рассады и взрослые много, я думала, выживут, выживут, не выживут, не выживут. Но это всегда так. Когда так думаешь, они обязательно выживают. Они выжили, но только у них, сейчас покажу, стволики прям такие, видите, темно-фиолетовые, они такие закаленыши. Ясно, что им пришлось здесь не сладко. Ну, несмотря на это, сейчас наступило тепло, они начали быстро-быстро наращивать листья. Вот у полюса 3 листа, а у ринейта тоже третий лист лезет. И клуша, и буян, и гном, вот эту я трапезу влюбленных нынче на пробу посадила. Хотя он не низкорослый, и он не коротышка, не скороспелый. Все они выросли одинаково, все чувствуют себя хорошо. И сейчас я отвечу на вопрос, который задают многие зрители. Говорят, успеют ли эти томаты, ну, если высадите их в грунт, вызреть. Они, конечно, успеют. Смотрите, у нас в сибирском регионе мы высаживаем после 10 июня. Сегодня даже нет 10 мая. То есть у нас еще месяц впереди до высадки в грунт. У них уже третий лист. За месяц, вы потом увидите, они прекрасно вырастут, они разрастутся. Но тут вот, например, если в моем случае, самое главное, вовремя их проредить. Если я оставлю с жадностью вот так все эти всходы, то они получатся загущенными, они вытянутся. Нужно повыдергивать лишние, хотя бы 2 или 3 сантиметра, чтобы между ними оставалось. Или осторожно изъять вот так лопаточкой, отсадить куда-то. Или если, например, хотите лишние усилия приложить, можно вот эти сейчас распекировать в лоток или распекировать в другую грядку пореже. Тогда они будут и выносливыми, и закаленными, но еще и толстыми. Вот в такой густоте толстыми они, конечно, не будут. Они сейчас вырастут до определенного какого-то размера. Потом они начнут конкурировать друг с другом за солнце, вытягиваться, и в результате вы получите ослабленную тонкую худую рассаду. Тут тоже надо с ней приспособиться. Когда я говорила, лучше всего высаживать через 2 сантиметра поштучно, тогда они уже изначально вылезут и будут сразу толстыми. Вот видите, где, сейчас покажу, где редкие посадки, они вот такие пониже, и они потолще стволик, и получше выглядят. Видите, тут редковато. А где вот так густо, где прям я сыпанула, видать, не жалко было семян. Вот такой лес густой. Сейчас он красивый, но потом он будет плохо. Все, до свидания. Вот это вот такой кратенький обзор. Я показала вам и сказала, что делать в дальнейшем. Конечно, прореживание. Еще хочу сказать про муравьев. Это именно как раз та же грядка, где я вот корицей-то посыпала. Но видите, новых дырочек не вижу и муравьев не вижу. Из этого я сделала вывод, что они ушли, но у меня закрадывается смутное сомнение, такая мысль. А куда они ушли? Может быть, они просто в соседнюю теплицу переместились? И вот меня спрашивают, ну что у вас муравьи первый день, вы не знаете, где они, как в норы заливать там муравейники. Так дело в том, что у нас такая ситуация, я не вижу, где у них вот эти ходы, вот эти дорожки, где их муравейники. Огород просто равномерно, но очень заселен муравьями. Они ходят везде, в каждой теплице, вот по дорожкам, по помидорам, по луковой грядке. Они везде бродят, шастают, но нигде нет такого скопления, чтобы можно было их там залить, что-то засыпать. Вот в чем проблема-то. Они тут живут, может не тут живут, приходят в гости. Но вот самого дома я ни разу в жизни не нашла. Ну все, до свидания, а то с помидор на муравьев перешли.